Девушки отдыхают А ведь мне Сант выдавал только сосиски, без булочек Вот жадный урод, а? О, самолетик Эх, человек, уже уходишь? Мне нужно кое-что тебе сказать Признаться, может раньше у меня и было к тебе чувство влюбленности Однако, оглядываясь на свои действия, теперь я осознала Я не любила тебя Лишь сама идея любви воскружила мне голову Понятие романтики, концепция взаимной привязанности Так, желая этого, у меня сложилось неправильное представление о тебе И чем хорошим бы эти отношения не закончились? В конце концов, лучше уж сказать, чем промолчать Ты идиот Я не буду ничего повторять Хе-хе-хе-хе Да-да-да, конечно, оправдание Но все равно интересно Сделать цундурей из самолетика Прошу прощения Эх Приятные персонажи все равно Пусть даже они и простенькие во многом И слабовато прописанные Отчасти Но все равно приятные Может быть это просто я слишком сентиментальный И этого не отрицаю Так Я очень даже люблю мечтать и фантазировать Так что даже пиксельные персонажи С простенькой реализацией характеров Все равно для меня приятные Похоже, что мышь взломала сейф и унесла сыр Мышь-то не охраняла? Э, слышь Мда уж Видимо, эти мыши тоже мутанты, скорее всего Правда, не причуду Почему-то никогда не вылезают из своей норы И только пищат оттуда при нажатии на них Ботинком, видимо, или вроде того Ха-ха, ха-ха-ха Интересно Захотел ли бы кто-нибудь из людей быть моим другом? Псих! Этого никогда не будет Да уж Столько разных характеров И, к сожалению, ре... Хе-хе-хе Реализации у них Не больше, чем у НПС в мире покемонов Или типа... Типа того Здесь у нас был... Были новости от Метатона И разминирования бомбочек И лазер до сих пор движется почему-то Интересно Когда все уйдут с подземелья Все эти конвейеры и прочее Оно все будет просто... Заброшено или вроде того, получается? Все забудут про это место И все эти высокие технологии Которые здесь были разработаны С помощью магии Также останутся брошенными Или вроде того Даже не знаю Для чего еще можно использовать Это подземелье? Разве что для добычи ископаемых? Да и это ядро уже много чего стоит Хоть оно и внутри выглядит гораздо менее Внушительное, чем снаружи На поверхности я никогда не буду покупать пончики у пауков Вот что я решил Но у меня все еще нет столько денег Я их больше и не фармил, в общем-то Так что обойдутся Я думал о получении крутецкого скейтборда На поверхности у нас будет большой выбор из разных шоу Но я ставлю на то, что эти шоу не так круты, как шоу Метатона Но я даже не знаю, с чем сравнивать В конце концов Здесь более альтернативная реальность, чем у нас В настоящем мире Ну, кажется Или как-то так Бонжур, дорогуша Я только закончила подсчитывать все наши пожертвования Мы наконец собрали достаточно средств Чтобы вызвали всех пауков из руин И мы наконец можем себе позволить Новенькую пекарню Огромное тебе спасибо, дорогуша Это все благодаря тебе Твоими деньгами Вернее, твоим деньгам Да уж Новенькую пекарню То есть всех пауков из руин Они спасут только для того, чтобы их сожрать Отлично Метатон Он запомнил мой голос по тому звонку И он дал мне это платье Я так... Ха-ха-ха Так странно выглядит, конечно Я в восторге от того, что смогу продавать доброженное на поверхности Если все люди такие, как ты Полагаю, это станет скромным успехом Если бы это было так То... То... Войны бы тоже не было Андайн сказала нам, что королевская стража была распущена Типа... Облом Видимо, придется нам привыкать к любви и миру Он выглядит счастливым Ура! На поверхности столько новых друзей, которым нужно помочь Ой, блин Вот как я и сказал Хороший заделанный сиквел Если вулканчик будет бегать и поливать всех лавой Люди наверняка будут реагировать на это не так, как я Эх, блин Ну серьезно, такой хороший повод устроить сиквел Как раз потому, что концовка все-таки, как ни крути, открытая Мы не знаем, чем закончится на самом деле жизнь монстров на поверхности Будут ли они счастливы Или же начнется новая война и все умрут Что? Ты хочешь реванш? Так что я все равно буду верить и надеяться, что что-нибудь добудет Эй, да, зацени это, зацени это Так что, мы типа вообще теперь свободны, а? Да, типа вообще свободны Типа крутяк, да Типа кру-круто Типа тысячелетия взаточения наконец закончились Типа это довольно клево, наверное Ой, упс, серьезно? Эм, ну, когда мы сказали, что мы так сильно хотим уничтожение человечества Мы просто, типа, шутили Понимаешь, Минаст? Мы так сказали Наверное Это, типа, фактически наш лозунг Правда? Я думала, что наш лозунг был Б-б-б-брэти-няшка-ка-ка-ка-ка-ка-ки-симпатяшка Эм, нет Мы, типа, буквально никогда такого не говорили А давай теперь так говорить Давай Теперь мы будем свободны Омга, мы, наконец, исполнили нашу мечту и заведем котика Это, типа, твоя мечта, Кэти Но, брати Я не хочу мечту, если в ней нет тебя Оу, Кэти И в моей мечте ты убираешься котом Кэти Вы любите кошек? Я? Ага, я люблю кошек Они, типа, такая вкусняшка, такие милашки Брати Фу Да я же шуткую Типа того В любом случае, когда ты последний раз Когда ты последний раз видел этих кота О, как раз на днях Я видела поблизости такого милого, беленького котика У него был, типа, такой бестолковый вид Я гладил его битый час Брати Что, брати? Мне кажется, это был, типа, пёс Собаки, это просто большие коты Типа, ещё увидимся, типа, пока и всё такое Простите, отель прекращает свою работу Но, думаю, вам всё равно будет приятно через него пройти Эм, вы, ребята, собираетесь выходить? Думаю, да я догоню вас позже Хорошие новости Лифт снова вернулся к работе А теперь он постоянно занят Мы до сих пор не получили шанса, чтобы прокатиться Вот чёрт, а Лифт занят Как слизень, я в восторге Обслуживание номеров никогда не придёт Эх Заперто изнутри То же самое Нет ответа Пытается закончить работу Бедняга Похоже, он обречён остаться здесь навсегда Сожалеем, сейчас мы не принимаем новых гостей И больше не будем Эх, такой роскошный отель С фонтаном, влющим воду на пол И тоже останется никому не нужным Даже жаль, блин Ох Мы все свободны? Ох Полагаю, я могу перестать лизать этот фикус Но я не хочу выглядеть растерянным Так что я продолжу Короче говоря, они все поехавшие Мир на поверхности Неужели? Надеюсь, теперь я смогу сделать шаг И не вляпаться в головоломку Что ж, раз мы уходим Моя работа больше Эх Меня ведь только повысили Ладно, в каждой бочке мёда есть ложка раскалённой лавы Буль-буль Теперь мы можем жить без брони Или без брони Так мы свободны, да? Метатон рассказал нам многое Затем он сказал мне Не думайте, что это означает, что вы уйдёте с работы раньше Ах Мой босс Обожаю этого парня И я имею ввиду, что я его ненавижу так, как... так сильно Так мы теперь свободны Это значит, что моё двойное свидание отменено? Понимаю Это было далеко не свидание Есть способ, малыш Лги себе всё время Ты почувствуешь себя лучше Не говори никому об этом, малыш Потому что они будут смеяться надо мной Но я... Мне кажется, что я сыграл роль в их освобождении каким-то образом Даже если этой ролью была работа в этом другом месте Мне кажется, будто я сделал что-то Не знаю, так ли это Но я всё равно верю А я знаю, что он сделал Он подал нам вкусные вещи, которые спасли нам жизнь пару раз Так что да, он действительно внёс свой вклад Приятель Сторожно нас ждёт абсолютно новый мир Уверен, с моими... Навыками Я без проблем стану знаменитой кинозвездой Или, вероятно Кончу тем, что опять буду жарить бургеры Но, как я говорил Единственный путь наверх В этом случае, буквально В любое время, малыш Да Ну, вот и всё вроде как Мы везде пробежались Поговорили с тем, кого я сумел найти Хоть это явно были не все Кого-то я сто процентов упустил Ну, впрочем, ладно Я хотя бы постарался Так что теперь мы можем спокойно отправляться Прочи из этого мира И... Ну что ж, настраждаться жизни пока возможно Я всё равно уверен, что заделанный сиквел есть И есть смысл продолжить эту историю Потому что она слишком открытая Хэппи-энд, конечно, есть Но он всё равно остался Незавершённым, мне кажется И есть о чём подумать Есть... Такие фанфики написать при желании Хоть, конечно, я этим уже не занимаюсь Но да, в любом случае Это было приятное и интересное путешествие И я рад был Сыграть в нём роль Абсолютного пацифиста Который всегда делает всё правильно И говорит всем только правильные вещи Сохраняя при этом Это своё нейтральное Ничего не значащее выражение лица Совершенно непонятно Мальчик ли герой Девочка ли Сонный он Расстроенный Подозрительный Или он китаец Или вроде того Это мы, к сожалению Так никогда и не узнаем Скорее всего Но впрочем оно и не важно Здесь больше, кажется, делать нечего Теперь осталось просто развернуться И уйти наконец-то на поверхность И получить свою счастливую концовку Которую теперь, я надеюсь, уже у нас никто не отнимет Если повезёт, конечно же Ладно Ну, конечно, я, наверное, слишком много времени уделяю Такой всего лишь на одной игре Ведь в конце концов Во многих других играх тоже есть много всякой проработки И эту игру тоже упрекают в том, что её считают уникальной Хотя она не уникальна Ну, я не считаю этой проблемой, конечно Да Фразы у них те же самые пока что остаются И поговорить больше не удастся Во всяком случае, нет смысла в этом Ну, да и ладно Автору всё равно большое спасибо За это большое количество реплик Которые он всё-таки прописал И которые мы смогли почитать И порадоваться шуткам Полюбоваться Умилиться и так далее Ну, вот и всё, кажется Барьер разрушен И теперь мы можем закончить нашу игру Как настоящие герои Со счастливой концовкой Если ты уйдёшь сейчас То твоё приключение действительно будет окончено Твои друзья проследуют за тобой к выходу из подземелья Я готов Ну, вот и всё О боже Разве это не прекрасно? Народ Ух ты Это даже лучше, чем по телеку Намного лучше Лучше, чем я могла представить Фриск Ты живёшь со всем этим? Солнечные лучи такие приятные И воздух такой свежий Я чувствую себя такой живой Эй, Санс Что это за гигантский шар? Мы называем это солнце, дружище Так это солнце? Ваушки! Не могу поверить Что я наконец встретил солнце Я мог бы стоять и любоваться этим часами Да, оно красиво, не так ли? Но нам действительно стоит подумать о том Что делать дальше Ах, конечно Народ Это начало нового светлого будущего Эра мира между людьми и монстрами Фриск Я должен кое-что у тебя спросить Ты будешь нашим послом у людей? Быть послом? С учётом того, что монстры пока ещё даже не встретились с людьми А уже говорят про мир То есть не знают заранее, чем она может закончиться Конечно, моя помощь им понадобится Да, Фриск будет лучшим послом А я, Великий Папирус Буду лучшим талисманом Пойду произведу хорошее первое впечатление О, нет-нет-нет-нет-нет-нет Что ж Кому-то нужно за ним приглядывать Чтобы он не попал в передрягу Увидимся И пошёл другой дорогой Хе-хе Блин Мне что, придётся всё делать самой? Папирус, постой! Эй, Андайн Меня подожди Упс Эм, должен ли я что-то делать? Эм, что ж Мне пора Пью Кажется, все уже хотят отправляться Отправляться Фриск Ты пришёл из этого мира, да? И у тебя, наверное Есть куда вернуться? Или нет? Что ты теперь будешь делать? Я хочу остаться с тобой Мне есть куда вернуться В зависимости от выбора Мы увидим две Два разных финальных варианта концовки Их можно посмотреть Снова, посмотреть оба Если загрузить игру И заново прокрутить эту кат-сцену Но я выберу тот Что мне кажется более позитивным Быть со всеми Турель, конечно, чудесная Но всё-таки я хочу Получить концовку Где все мои товарищи Будут выглядеть Вместе в одном чудесном кадре О Понятно Тогда, надеюсь, я тебя не задерживаю Да ладно Мы же ещё увидимся Фриск Ещё увидимся Ундертейл в ролях Фриск 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброй ночи Конец ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и уйти, оставив этот мир в покое, в том счастливом состоянии, которого я так долго добивался. Как настоящий герой. Просто дело исключительно в том, что я не герой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok